Добрый день, дорогие друзья! Говорящие листки, как в древности люди называли книги, проделали большой путь, прежде чем книга стала той, которыми мы сейчас пользуемся. И сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие под удивительный мир говорящих листков. Как только появилось человеческое общество, появилась и потребность передавать информацию. Первобудный человек плохо умел говорить. Словарный запас его был невелик. Для общения он использовал язык жестов. Позднее он научился передавать информацию с помощью ритмичных звуков. За несколько минут сообщение передавалось на расстояние 10 километров. Эти сообщения передавались с помощью тан-тана. Так люди передавали на большие расстояния информацию о пожаре или нападении врагов. Южные границы древнерусского государства страдали от набегов кочевников. Набеги были неожиданными, стремительными. Предупредить порой их было невозможно. И тогда придумали систему быстрого оповещения о нападении врага. Для передачи информации о враге использовался дым-костров. Передавали информацию и при помощи узелкового письма. Брали шнур, на который завязывали узелки, в определенном порядке. Узелки были окрашены в разные цвета. Черный означал смерть, белый – мир, красный – войну, опасность, желтый – золото, богатство, зеленый – хлеб. А как же выглядела первая книга на Земле? Первая книга на Земле – это человек. Люди передавали информацию из уст в уста, от человека к человеку. В некоторых государствах, например, в Древней Греции, до появления письменности, существовали государственные должности, которые занимали мнемором. Они запоминали все значительные события, решения и распоряжения государственных органов. Легендарные события, подвиги передавались сказителям. На Руси сказителя называли боям. История алфавита уходит в глубину веков. Первой попыткой остановить слово была картинка. Захотелось человеку поделиться радостью об удачной охоте. Он рисовал на скале рисунок о том, как прошла его охота. Такое рисуночное письмо называют пиктографией. Египтяне, например, составляли целые послания в картинках. Писали значками, каждый из которых означал какое-нибудь слово. Такие значки называются иероглифы. Слово иероглиф первоначально обозначало священное письмо. Три с половиной тысячи лет назад родилась буква. Знак для звука. Начиная свою жизнь рисунков, многие из них меняли свой облик. Они ложились на бок, переворачивались справа налево или слева направо, или даже вставали на голову. Первой буквой алфавита стала Али. Бык. Похожа на перевернутую букву А. Прежде чем попасть в букварь, буквы очень долго путешествовали из страны в страну. Сначала буквами пользовались древние финикийцы, умелые строители и мореплаватели. Они были торговой записей. И только тысячи лет назад буквы добрались в Россию. А вот буква Али стала называться Аз. Абетта, Буки, появилась азбука. Первую азбуку букварь напечатал Иван Федоров. А на чем писали люди в древности? Сначала человек пользовался тем, что было создано самой природой. Ведь в природе бумаги нет, зато есть камень и дерево. А первым пером человека были нож и топор. В древнем Египте писали на папирусе. Папирус – это болотное растение, похожее на камыш. В древнем Египте библиотеки называли домами папируса, домами жизни. Создавались они при дворцах и храмах. Фараоны придавали очень большое значение образованию. Над входом в библиотеку помещалась надпись «Лекарство для души». Принадлежала библиотека знаменитому фараону Рамзесу. Пользоваться библиотекой могли только фараоны и жрецы. Для простого народа вход в библиотеку был закрыт. На весь мир славилась и Александрийская библиотека в Египте. На самом берегу Средиземного моря было построено здание. Оно получило название «Мусео» – «Музей». Хозяева библиотеки в Томиней приобретали все литературные произведения, которые только существовали. Во времена Цезаря они насчитывали 700 тысяч свитков. Свитки хранились в специальных путлярах. Путляры лежали на деревянных полках. Свитки переписывались и распространялись. «Мусео» превратился в научный центр мирового значения. Со всего мира съезжались туда ученые, философы, поэты. Когда Александрия была захвачена, величайшая в мире библиотека погибла. Позже жители пергамского государства, которое находилось на территории современной Турции, научились делать свой пищематериал. Он так и стал называться по месту своего рождения – пергамент. Он был прочнее папируса. Из него удобнее было делать книги. Писать можно было двухсторонних. Большие листья пергамента складывались в четверо в виде тетрадки, тетрадиона. Изготовляли его так. Кожу овцы или теленка вымачивали, вывести, натягивали на раму и втирали в него мед. Получался очень плотный материал, который в то же время можно было изгибать. Постепенно пергамент прокачивал и другие страны. Библиотека Ашур-Ванеплава занимала огромный дворец. Только книги в этой библиотеке были необычные. Представьте себе такую картину. Вы называете книгу, а вместо нее вам выносит глиняную табличку. Такой кирпичик. И это всего лишь одна страничка древней книги. На каждой табличке стояло название книги и номер листа. На 30 тысяч глиняных табличках записаны тексты на многих языках. По грамматике, истории, медицине. На каждой табличке присутствовал штаб. Дворец Ашур-Ванеплава, царя Ассирии, царя Вселенной. Таблички укладывались в ящики и корзины. Называлась библиотека в доме издавлений и советов. А вот в Китае были найдены книги, написанные на шелке. Шелковая ткань очень удобная для письма. Но шелк стоил очень дорого. Шелковую ткань получали из шелковой ваты. При производстве ваты возникла мысль. А что если этот влокнистый слой спрессовать, разгладить? Историки предполагают, что это и была первая бумага. Так что изобретение бумаги человечеству обязаны китайцы. А дешевым сырьем для ее изготовления стал бамбук, тростник и конопля. Принцип изготовления бумаги, переплетения волокон. Открывались новые земли, росли города. Все большей ролью стала играть книга, источник знаний и опыта. Книгопечатание было изобретено в 15 веке в Европе. Возникновение книгопечатания связывалось с именем немца Иоганна Гутенберга. Невероятно упростился процесс изготовления книги. Но разве сравнишь вырезать текст целиком или собирать его из кубиков? Так что без всякого переключения можно сказать, что изобретение Гутенберга ускорило развитие нашей цивилизации. Еще при жизни Иоганн Гутенберга по книгопечатания двинул свой победный путь по разным странам Европы. И через столетия печатный станок появился в Москве. И вот 10 марта 1564 года мастера Иван Федоров и Петр Востиславовц напечатали Апостолу, первую печатную книгу на Руси. Книги одевали тоже по-разному. По традиции в наши дни мы говорим прочитать книгу от корки до корки, а когда-то говорим прочитать от доски до доски. Эти словосочетания появились, когда книгу одевали в деревянный переплет. Переплеты делали из бархата, серебра, а клады украшались росписью, драгоценными камнями. Украшался не только переплет, но и фарзан с китами листов. Книга считалась в доме самой дорогой вещью. При пожаре из дома в первую очередь выносили книги. Чтобы сберечь книги, во времена частых междоусобиц их помещали в мутостериль. Единственные каменные здания, существовавшие в ту пору. На Руси первые книги появились в монастырях. Первая точно датированная книга – это «Астромировая Евангелие», которую дьякон Григорий переписал в 1056 году для новгородского посадника-астромирования. В мужском и женском монастырях существовали скриптории, мастерские по переписыванию книг и оформлению их переплетов. Переписанные книги широко расходились по всей русской линии. Эти же книги выполняли учебную функцию. По ним учились дети чтению, письму, церковному пению, швению. Книги в монастырях приковывались к стене специальными кипитрами и цепью, чтобы никто не мог перехватить ее с собой. В развитии образования потребовалось большое количество учебной литературы. И в 18-м веке в эпоху Петровских реформ стали издавать научные, технические, военные книги. Возникла периодическая печаль. Что за жизнь без новостей? Человека всегда интересовало, что происходит в недомах, как живут люди в других местах, где побывал и каких чудес смотрелся путешественник. Однако, за чего же трудно распространялись новости в стрелу? Новости разносили странники, которые зачастую узнавали их не от очевидцев, а от таких же странников, как они сами. Так что за полом достоверных передных сведений никто не отвечал. Очень удачной оказалась идея одного человека, решившего, что неплохо бы собирать все новости в каком-нибудь одном месте, чтобы с ними мог ознакомиться любой желающий. И однажды появилась на площади города, где он жил, специальная доска, где постоянно стали вывешиваться письменные сообщения о событиях, достойных внимания, распоряжения властей, ценах и так далее. Идея эта получила дальнейшее развитие. Стенную газету, вывешенную на площади, стали переписывать, распространять среди горожан. В России первая печатная газета «Ведомости» появилась в 1702 году. Другим периодическим изданием является журнал. Перевод из французского обозначает дневник. Первым журналом является журнал «Де Санны» изданный в Париже во Франции в 1665 году. В России первым журналом было приложение газете «Санкт-Петербургские ведомости». Первый журнал для детей появился в 1785 году. Он назывался «Детское чтение для сердца и разума». Просвещенный 18 век. Петр, собственно, ручно изменил алфоген, выбросив из него буквы, которые не использовались в приказном бессмертии. Понадобилось больше века, чтобы книжный стиль стал похож на разговорный. Неграмотным дворянам запрещали жениться. Было положено изучать арифметику, географию, рисование, астрономию, военное дело. И поскольку все это невозможно для сопутствующей литературы, то при Академии была создана библиотека. В 1727 году при Академии наук Петербурга была открыта типография, причерпившая книги не только на русском, но и на иностранном языках. А для того, чтобы можно было пользоваться иностранными книгами, назначался переговорчик. Первой общедоступной библиотекой, куда мог прийти любой человек, стала публичная библиотека в Санкт-Петербурге, основанная в 1795 году и открытая для читателей лишь через 19 лет. Она называется сейчас Российская национальная библиотека. Ее разрешалось посещать все, кто лично обидом будет. С возникновением первых книгохранилищ появилась новая профессия – библиотека. На эту должность приглашали выдающихся ученых, поэтов, писателей. В 80-е годы 19 века появилась необходимость сделать библиотеки бесплатными, народными. Появились первые читания для детей и взрослых. Для развития населения проводились воскресные чтения, бесплатные вечера, праздники, антилатурно-музыкальные композиции. Прошло время. Наше общество проделало огромный путь. От дописьменного периода до информационного общества. У книги появился конкурент – интернет. Пройдет время, и человечество придумает немало средств коммуникации. Но книга жива. Роль ее в созидательной деятельности человека все возрастает. Сегодня книга поистине всесилна. Как огонь, прирученный человеком, она вечна и бессмертна. У нее есть все. И тревожные тысячелетние прошлые, и замечательные настоящие, и еще более прекрасные будущие. В нашей библиотеке есть литература по истории возникновения книги. Приходите к нам, ждем вас у нас. До свидания и до новых встреч!